Здесь все по-настоящему. Едва отгремела реконструкция одного из завершающих сражений Афганской войны. Бой за перевал Сатэ-Кандаф. Бойцы остужают стволы зенитных орудий. Непрекращающийся подавляющий огонь накалил их до красна. Наша задача была поддержка наших бойцов на рубежах. Это заушная установка, то есть мы поддерживали их и расстрелили душманов. Не обошлось и без участия техники, БТРов, БМД и БРДМов. Он полностью бронированный. Толщина брони от 4 до 14 миллиметров. Вот эти штуки специально закрываются, потому что единственное место, которое не бронировано, это лобовые стекла во время ведения боя. Также здесь предусмотрены триплексные стекла. То есть он был выпущен в 1986 году. А снял с вооружения такие модели в 1989 году. С пулемета, с автомата пробить нельзя, только противотанковое оружие, гранатометы. Сергей Назарин, как Олеги, называют батя. Он здесь самый старший, к молодым реконструкторам относится по-отечески. Почему я это все реконструирую? Это моя молодость. Это мой сын Андрей. Мы этим занимаемся. Молодежь приходит, потому что им интересно. Мы им читаем истории, мы им рассказываем, правду рассказываем все про это. Когда они это все читают, у них действительно все на глазах, когда мы им рассказываем. Но кто-то должен играть роль плохих парней. Андрей Бурдов приезжает из Североморска на Крымский фестиваль каждый год. В первый раз их приехало лишь четверо. Теперь участников достаточно для полноценной реконструкции боевого эпизода. После они знакомят посетителей с культурой афганцев. У нас, естественно, у всех, кто занимается душманами, у нас есть комплекты на советскую армию. Потому что так как мы издалека, нам проще ехать по такому легкому, чем везти бронежилеты, допустим, да, и какое-то там тяжелое снаряжение. На самой вершине расположился Каструм – римский военный лагерь. Я рад поприветствовать вас на территории нашего дальнего приграничного Каструма, который находится на границе Римской империи, в Антикопее. Здесь в первом веке нашей эры впервые на территорию Крыма ступила коллега римского легионера. Дети с энтузиазмом брались за мечи. Взрослым был интересен быт, во что одевались простолюдины, легионеры. Особое внимание гостей привлекал примепил – старший центурион. Шлем и его главный атрибут – поперечный гребень из конского волоса. Это символ центурионской власти – витиус. В оригинале он делался из виноградной лозы. Имя центурион имел право бить своих подчиненных, тех же религионеров, за непослушание, пока он не сломался. Один из центурионов, который слишком сильно злоупотреблял этого и ломал свои палки, даже получил такое прозвище «Подай другую». Огромный ажиотаж у зрителей вызывают античные бои. Сейчас это назвали бы солд-аут, когда нет свободных мест. Люди стараются подойти максимально близко, занимают любые пригорки, чтобы посмотреть, как проходили войны 2000 лет назад. Спокойное течение жизни римского поселения прервало нашествие племенных войск – сарматов, таверов, скифов. На некоторое время Кастром превратился в колизей. И вот тут легионеры продемонстрировали все свои умения и выучку. Защитные построения, черепахи, технику владения гладиусом, коротким мечом. Ну и, конечно, сражение стенка на стенку. Одна из самых ярких страниц истории Севастополя – период Крымской войны. Пару лет назад у наших реконструкторов в руках оказался весьма ценный артефакт. Им дали радиотет, подзорную трубу Павловича Нахимова. Мне дали подержать в руках. Я, конечно, уже взрослый достаточно человек, но чувства непередаваемы. Так что я думаю, что такие непередаваемые чувства я желаю, чтобы испытали все, кто сюда приехал. Новые эмоции испытал и глава города Дмитрий Овсянников. Именно он произвел зал, познаменовавший начало реконструкции боя за один из севастопольских бастионов. Я сегодня показал деткам посмотреть разные площадки, реконструкции. Эмоции самые положительные. Вы даже выстрелили из пушки, как думаете? Да, я до сих пор отрехаюсь от пепла, пороха и всего остального, что из этой пушки вылетело. Мне интересно то, как реконструкторы, те, кто увлекаются своим увлечением, дарят возможность всем окружающим, кто приезжает на это событие, окунуться в разные эпохи. То есть это же в большей части добровольно, поддержка государства, она минимальная. Мы, как правительство Севастополя, с точки зрения инфраструктуры, чем можем, помогаем и дорогой, и всем остальным. Но с точки зрения создания события, возможности всем прикоснуться к истории, это только благодаря участникам. И Дмитрий Овсянников, и Екатерина Алтобаева сходятся во мнении, что важно сохранить Крымский военно-исторический фестиваль. Этот проект приоритетный для города. Причем в будущем площадки должны работать почти круглый год. Сейчас правительство Севастополя ведет переговоры с Министерством культуры о возобновлении финансовой поддержки фестиваля, который он лишился в этом году, отметил Дмитрий Овсянников. Именно поэтому в этот раз он проходит в несколько сжатом формате. Вместо недели для посещения были доступны только два дня. При этом качество работы площадок не пострадало, и гости остались в восторге. Очень нравится, то есть вот моя жена, то есть она тоже в восторге. Да, нам очень понравилось. У нас такого нет, и побольше бы таких мероприятий. Мне нравится представление, и вот постановки битв разных, это очень интересно. Детей переполняет море эмоций. Я стреляю автоматом, чтобы сыны. Вот, вот у нас будущие солдаты, да? Позволили, дай ему пострелять сегодня. Так он и вчера стрелял, сейчас вот идем ищем, где бы пострелять сегодня. Здорово, все очень отлично, познавательно, главное, детям интересно. А что вот больше всего тебе понравилось, например? Вот мне понравилась Крымская война. Там бабахали пушки, снаряды везде. Все взрывалось, солдаты прорывались, но наши защищали границы. По традиции финальное сражение фестиваля – еще одна битва за Севастополь. 1944 год. Красноармейцы и краснофлотцы теснят немецкие войска с Крымского полуострова. Мне очень близка тема морской пехоты. Мы занимаемся реконструкцией 1-го московского отдельного отряда моряков, который был струмирован в 41-м году для обороны Москвы. Это очень героическое подразделение, они практически дошли до Берлина, там, ну, видоизменяясь с названиями. Вот, поэтому вот традиционно моряки собираются. Но так как мы здесь представляем реконструкцию, которая была в Крыму, то мы все одели погону Черноморского флота, поэтому на ребятах ЧАЭФ написано. Но многие забывают, что бок о бок с немцами воевали румыны. И зрители на фестивале увидели их впервые. Вот есть, я считаю, гурманы. Да, вот кто-то вот любит, допустим, просто кушать мясо, просто одно мясо, там, кто-то картошку, а кто-то будет кушать лапку от калибри, птички от маленькой. Ну, я считаю, вот именно те люди, которые занимаются именно тем, чего было мало, это гурманы. В рядах советских войск тоже пополнение. Партизаны и болгары. Их всего четверо. На Крымском фестивале они впервые. Но, говорят, сразу почувствовали силу севастопольской земли. Есть такие места, где гибли много людей. И там сила какая-то в месте есть. Я могу, как пример Болгарии, дать такой пример в вершине шипка. А когда на это место попадешь, ты прямо на пролитой кровью ходишь, у тебя ощущение такое сильное, что просто сердце начинается бить побоистрее. В общем, сюда сильное место. Мы когда ходили по окопу, по траншеях, сюда осколки, пули, гилзы с многих времен. Это от нас, в нас это вызывает уважение. Уважение к жертвам и предкам. Настоящим сюрпризом для зрителей и участников стал налет авиации. Это неожиданный финал одного из самых ожидаемых событий этой осени в Севастополе. Михаил Журавский, Денис Александрович, Севенформбюро.